Право открыть парад по традиции предоставлено барабанщикам Минского Суворовского военного училища. За 50 с лишним лет из Минского Суворовского путевку в самостоятельную жизнь получили более 12 тысяч юношей. Сотни выпускников училища за проявленное мужество и героизм награждены боевыми орденами и медалями. Итак, традиционно во главе колонны барабанщики Минского Суворовского военного училища. За ними знамя победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го белорусских и 1-го предприятийского фронтов, принимавших участие в белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», одной из главных операций Великой Отечественной войны. «Багратион» Операция «Багратион» стала образцом военного искусства. В ходе нее советские войска разгромили одну из наиболее сильных вражеских группировок. Группу армий «Центр» полностью освободили от немецко-фашистских оккупантов Белоруссию и значительную часть Литвы и начали освобождение территории Польши. Отдавая дань уважения ветеранам-победителям, на площади парадный расчет в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. В руках военнослужащих легендарные автоматы ППШ. Их сменяют парадный расчет и военные академии Республики Беларусь во главе с начальником академии, кавалером двух орденов за службу Родине генерал-майором Игнатием Миссурагиным. Впереди парадный расчет профессорско-преподавательского состава академии. Торжественным маршем проходит парадный расчет слушателей командно-штабного факультета. Его возглавляет начальник факультета, полковник Александр Попенко. Перед трибунами проходят курсанты общевойскового факультета в боевой форме одежды мотострелка. Их сменяют курсанты факультета связи и автоматизированных систем управления. Курсанты факультета традиционно участвуют в военных парадах войск Минского гарнизона. На проспекте Машерова курсанты факультета противовоздушной обороны. Факультет ведет отсчет своей истории с мая 1953 года. Со дня образования Гоменского высшего инженерного радиотехнического училища войск ПВО преобразовано впоследствии в Минское высшее инженерно-зенитно-ракетное училище ПВО. У Стеллы в Минск город-герой парадный расчет военно-технического факультета Белорусского национального технического университета. Военные факультеты гражданских высших учебных заведений стали важной составляющей национальной системы военного образования нашей страны. Их сменяет парадный расчет 120-й отдельной гвардейской Рогачевской механизированной бригады имени Верховного Совета Белорусской СССР. Чеканит шаг парадный расчет 86-й Волковыской краснознаменной ордена Александра Невского бригады связи. В военном параде принимает участие сводное подразделение транспортных войск. Перед трибуной парадный расчет курсантов пограничного факультета военной академии. В мае нынешнего года пограничные войска отметили 90-летие своей героической истории. Сегодня органы пограничной службы. Это визитная карточка Республики Беларусь. В главной трибуне подходят парадные расчеты внутренних войск Министерства внутренних дел. Первыми четко печатая шаг идут курсанты факультета внутренних войск военной академии. В парадном строю воины 3-й отдельной краснознаменной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД. В годы Великой Отечественной войны бригада принимала участие в освобождении Беларуси. Перед центральной трибуной парадный расчет Министерства по чрезвычайным ситуациям. Курсанты командно-инженерного института МЧС. Институт уже подготовил свыше 2,5 тысяч офицеров-спасателей. В парадном строю воины сил специальных операций. Преемники славных боевых традиций гвардейцы 38-й и 103-й отдельных мобильных бригад. Сейчас перед трибунами военнослужащие 38-й отдельной гвардейской мобильной бригады. Их сменяет парадный расчет 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады. На боевом знамени соединения ордена Ленина, Красного знамени, Кутузова, 2-й степени. Белорусский народ в праве гордиться своими вооруженными силами. У нас современная армия, достойно продолжающая славные героические традиции поколения Великой Победы. Вооруженные силы Республики Беларусь надежно стоят на страже мира и независимости своего Отечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова